сколько людей по вашим данным и детей конкретно они могли вывести на территорию российской федерации за момент осады и оккупации сколько они вывезли в россии то цифры за которые можно отвечать на сегодняшний день это порядка 40 тысяч уже вывезено причем 33 тысячи у нас есть данные точные просто людей фамилии имя отчества там прошлые телефоны когда их вывезли когда из какого района да из какой там где и где не проживали варифицированы к сожалению когда там оккупанты поняли как мы эти данные получаем нам канал этот перекрыли поэтому мы на 33 точно остановились на тот момент знали уже про 40 сейчас эта цифра тоже растет например там в фильтрационном лагере без именно откуда точно вывезут в россию они в сторону запорожье или там другой украинской части сейчас находится там порядка 7000 человек то есть к 40 можем смело плюсовать еще всем ну и так и так ему идет по нарастающей не как бы с этими данными проще по крайней мере все-таки люди выезжают выходят на связь и легче перепроверять скажем так что касается детей ситуация сложнее вот то о чем мы точно знаем наш цифра да которая первичная цифра мы знаем что порядка ста детей было вывезено сначала сторону донецкой из они находились в больнице в первое и остаток там четвертой больнице эти дети которые были ранены которых приводили в больницу их вывезли в направлении донецкой и в общем то на самом деле мы их потеряли до определенного момента знаем еще там порядка 20 детей из косно туберкулезного диспансера тоже была вывезена там вообще история у них родителей у них половина сейчас находятся там в районе запорожья и других украинских городов он же тоже мы эти детей там местами потеряли но знали о депортации знали об отдельных фактах когда просто разлучали детей с родителями по-настоящему вплоть до того это очень часто и густо было когда машины эвакуировались из мариуполя чем расстреливали машины там бранили например родители и родители забирали он уже воспитали потом куда-то возили детей отдельные сразу тоже сторону донецка но когда мы увидели 600 детей в санкт-петербурге собственно и русские сами не прячутся откуда эти дети они прямо называют что это дети из мариуполя и это в принципе тот случай когда озвученные цифры совпадают с тем что нам показывают и с теми данными которые появляются то мы можем точно говорить о 600 детей которые вывезены из мариуполя таким путем и по информации омбудсмена еще 400 таких детей мариупольских находится в трех лагерях пензенской области ну здесь мы поверим омбудсмену на слово да у нас там данных нет личных но по крайней мере на сегодня ответственно я бы сказал о 600 детях которые депортированы из мариуполя и самое главное что это не спираты в каком понимании то есть официальные сироты были эвакуированы из мариуполя 24 25 февраля первые два дня войны 26 февраля были до вывезены так называемые статусные дети которые под опекой обла администрации то есть никаких официальных сирот не осталось мы допускаем что конечно там есть дети которые потеряли родителей в ходе вот этого ада мариупольского но это не означает что сироты во первых у них могут быть официальные потенциальные опекуны дяди тети братья сестры дедушки бабушки это я не говорю об официальной опеке даже нас как государства да в общем то то есть на ситуации на самом деле если там по личному для меня это наиболее страшная ситуация и мы понимаем что мы этих детей на сейчас говоря правде там смотря правде глаза забрать не можем никак ни одна институция не работает мы с уже консультировали с кем только не консультировались все развозят руками говорят но мы там устроим вам адвокацию но больше мы вам к сожалению можем пообещать что мы сделаем все что мы можем сделать все примерно на этом заканчивается точка россияне пытаются принять закон об упрощении процедуру усыновления детей из украины то есть мы понимаем что детей сейчас разберут неизвестно куда неизвестно кто каких потом искать собирать детей есть реальные родители живые находятся сейчас действом в контакте с офисом президента местами насколько я понимаю точечно до выкупить эти детей идут процессы это очень страшная история на самом деле даже 20 тысяч погибших чисто лично моем там субъективном отношении тоже говорить это просто ужасно я вообще не представляю что сейчас должны испытывать родители этих детей знаю что их вывезли и где они находятся что с ними происходит они могут им поменять выдать новые фамилии и там отчество и как их потом найти описавьте особенно если дети маленькие они не помнят допустим ну все что там дети старше четырех лет они еще может и вспомнит папу маму а младше вот эта вся малышня но это это варварство у меня честно я даже не знаю как на это все тренировать